Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Мы с вами продолжаем рассматривать интересные партии из творчества нынешнего чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсона. И сегодня у нас с вами на очереди очень интересный и яркий поединок, партия, которую Магнус Карлсон выиграл у экс-чемпиона мира Фиде Руслана Пономарёва. Данная партия состоялась в 2009 году в Москве и очень символично, что она состоялась в рамках мемориала Таля. Дело в том, что партия эта действительно была сыграна в истинно талевском стиле и достойна имени восьмого чемпиона мира. Итак, в этой партии Магнус Карлсон играл белыми и пошёл Е4. Далее было С5, К3, Д6, Д4, взяли-взяли и К6. К3, А6, слон Е3, Е6. Таким образом у нас на доске возникла схеми-нингенская система социлянской защиты. Ф3 сыграли белые, дальше Б5 и ФД2. КБД7 и Ж4. Острый ход Ж4, белые хотят прогнать коня путём петчка пешки на поле Ж5, ну а чёрные препятствуют этому ходу А6. Далее 3-0, белые определили своего короля, ну а чёрные играют конь Е5. Конь Е5 ход довольно редкий, но и так Руслан Пономарёв довольно часто играл в своей практике. Идея хода в том, чтобы где-то поставить коня уже на поле С4 и вызвать размен коня на одного из слона белых. Ну и здесь уже Магнус Карлсон применяет новинку, играет ферзь Е7. Довольно интересный ход, многоплановый ход, как это часто бывает в партиях сильных шахматистов. Таким образом он заранее отходит от нападения коня с поля С4, где он сделает, как я уже сказал, вилку. При этом где-то посматривает на королевский фланг и, что немаловажно, противостоит чёрному королю. В дальнейшем скажется вот этот рентген по линии Е. Ну и чёрный играет ферзь С7. Далее Х4, ну и Б4. Б4 так сыграл Пономарёв в этой партии. Нужно сказать, что это поспешность. Лучше было всё-таки закончить развитие, пойти слон Б7, слон Е2, конь С4, взяли-взяли и Ж5. Начать атаку. Ну и чёрным лучше здесь, конечно, не забирать, не вскрывать линию А, сыграть конь Д7. И после Ж6, конь Е5, получается вот такая истинно сицилианская позиция с неясной оценкой. Но Пономарёв ввязался в бой. Даже вот такие классные игросмейстеры, как Пономарёв, иногда забывают о том, что развитие прежде всего и пытаются напасть. Ну вот пешка напала на коня, конь отошёл на Е2 и конь С4. Вот в этой позиции, видимо, Пономарёв оценил свои шансы никак не хуже. Ну и видим, что у слона есть некоторые проблемы. Да, он здесь под боем. Можно было отойти на Ф2 этим слоном, но после хода Д5 у чёрных полноправные шансы. Они контратакуют в центре. Ну и здесь задержка с рокировкой может сказаться даже в пользу чёрных. Они не потратили темп на рокировку и при этом начнут атаковать короля белых. Но конь Ф4. Именно вот этот ход имел в виду Магнус Кауссен, когда он ходил ферзём на Е1. Ещё тоже отходил от коня, от удара коня на С4. Таким образом, конь становится вроде бы как под вилку. Ну и, конечно же, вся тонкость здесь в том, что нужно было посчитать многочисленные варианты, возникающие после хода Е5 сразу или после взятия предварительного на Е3. Но здесь всё-таки Пономарёв забрал вот этого слона. Вообще, сам по себе вот такой размен он кажется выгодным для чёрных, потому что у них остаётся пара слонов. Но, конечно, в партиях сильных шахматистов всё решает конкретная оценка позиций. Ну и после хода кони Ф4, если сразу Е5 сыграть, да, как не решился пойти Пономарёв, то тогда конь Д5. И мы нападаем на ферзя. И фактически это вилка на коне тоже Ф6. Конь бьёт Д5, ЕД. И вот здесь уже начинает сказываться противостояние ферзя и короля. На взятие ЕД следует слон Д4 и это шах. Дальше, конь Е5. В избежание худшего приходится так играть. Ну, если отойти королём, этот вариант я не разобрал, давайте посмотрим. То есть, если пойти король Д7, то да, взятие будет на Б4. И здесь конь попадает в переплёт. И фактически конём-то особо и некуда ходить. То есть, под боем он слона, под боем ферзя. Если конь отойдёт на А5, то, видимо, ещё какой-то ход слон Д6. И ферзь последует. Да, это неприятно, но неприятно также и то, что в случае конь Е5, здесь белый играет Ф4. И действительно, задержка с рокировкой уже теперь действительно для чёрных является очень большой неприятностью. Поэтому конь Е3. Здесь сыграли чёрные ферзь Е3. Ну и теперь Е5 тоже не рискнул сыграть Пономарёв. Потому что конь Д5. Взяли, взяли. И опять та же связка, видите, по линии Е. То есть, очень тонкий ход ферзь Е1. На 11-м ходу так пошёл Карлсон. И ферзь Б7. Ф4. Всё те же идеи. Вскрыть вертикаль Е. Конь на Ф5 может удобно расположиться. Ну и здесь будет просто атака. Поэтому конь Е3, ферзь Е3 и ферзь Б6. Вот так играет Пономарёв. Лучше было всё-таки, опять же, продолжить развитие. То есть, слон Е7 сыграть, где-то иметь возможность сделать рокировку. Или помедлить с этим. Но всё-таки фигуры нужно развивать в дебюте. А Пономарёв увлёкся манёвром ферзя. Ферзь Б6 и слон С4. Вот это действительно вот такой уже нагнетающий ход. На пункте Е6 уже сразу три удара белых фигур. И где-то уже может грозить жертва коня или слона на поле Е6. Чёрные продолжают свой невнятный манёвр ферзём. Пошли в ферзь С5 и атакуют слона на С4. В то же время здесь заслужил внимание такой ход, как конь Д7. Но тогда белые уже могли пожертвовать на Е6 коня. Путём конь ФЕ6. Взяли-взяли. Ну и дальше конь С5. Ну а белый играет слон Д5, нападая на ладью слон Б7 и конь Е6. У белых здесь очень сильная инициатива. Но ферзь С5 сыграл Пономарёв и дальше ферзь Б3. Таким образом, по диагонали А2, Ж8 у нас ещё большее давление на пункт Е6. В этой позиции Пономарёв уже фактически пошёл ва-банк. Он играет Д5. Но вскрытие игры, конечно же, выгодно той стороне, у которой перевес в развитии. А это отнюдь не чёрные. Лучше было всё-таки подержать позицию в таком полуоткрытом состоянии. Сыграть ферзь Е5, нападая на коня Ф4. Ну и дальше жертва на Е6 даёт белым сильную атаку. То есть, бьём конём с Ф4. Взяли, забрали, забрали. Конь Е6. Видим, грозит вилка. Линия Д уже немножечко вскрылась. Дальше где-то может быть ход Ф4. Ну и слабы поля вокруг короля чёрных. Здесь не хватает фигуры у белых. Но компенсация уже достаточно приличная. Ну и плюс та же атака, о которой я говорил. Поэтому Д5 здесь сыграли чёрные. ЕД, слон Д6. На этот ход возлагал надежды украинский гроссмейстер. Ну а здесь Каусен сыграл не точно. Он побил на Е6, но не тем коню. Довольно такая часто встречающаяся проблема. Какой же фигурой пойти на хорошее поле, если туда могут пойти две одноимённые фигуры. Так часто бывает в отношении ладей. Ну вот так у нас получилось в отношении коней в этой партии. Конь ДЕ6 надо было бить. Идея в том, что на ФЕ нужно было сыграть конь Ж6. Нападая на ладью, на отход ладьи следует ДЕ, слон Е7, тормозя пешку Е и ферзь за 4. Очень коварный удар ферзь за 4. Возможно здесь чёрные могли защищаться лучше. Но вот именно этот вариант демонстрирует всю силу атаки белых. Но конь ФЕ6 сыграл будущий чемпион мира. ФЕ, ДЕ. Ну и пешка тоже хочет двинуться вперёд. Поэтому нужно её блокировать. ФЕ, ДЕ3. ФЕ переводится уже на поле Ж6, где он будет тревожить короля чёрных. Но в этой позиции всё-таки лучше было сыграть Ж5. Вот именно этот ход нужно было сделать. Идея в том, чтобы напасть на коня и пытаться вскрыть здесь фланг королевский в преддверии рокировки чёрных. Понятно, на ферзевый фланг вряд ли чёрные рокируют. Ну а если на королевский будет опасно рокировать, то король останется в центре, где подвергнется атаке белых фигур. Если играть АЖ, то ФЕ, ДЕ3. Вот именно такой ход. Дальше. Ладья А6. Прикрываем поле Ж6. И конь Ф5. Атака белых продолжается. Чёрные здесь беззащитные. Но ФЕ, ДЕ3 так сразу сыграл Магнус Каусен. И позволил королю чёрных уйти в короткую сторону. И вот здесь опять же к быстрой победе вёл всё тот же ход Ж5. Посмотрим. Здесь, конечно, очень опасно бить. Потому что в этом случае вскрывается у нас вертикаль АЖ. Вот в этой позиции я подозреваю, что может быть даже и не бить на Ж5. Так как ФЕ бьёт с шахом. Ну а что нам предложит здесь движок? Да, ФЕ, ДЕ6 даже. Лучше ФЕ, ДЕ6. Ну и дальше пускай он бьёт. А мы заберём ладьёй. И где-то по линии АЖ будет вторжение. Ну а если сыграть КЕ8, то тогда бьём на А6. Слон Б7 и АЖ. То есть фактически уже полностью лишён пешечного прикрытия король чёрных. Ладья Ф6, пытаясь хоть как-то избежать скрытия вертикали. Ладья АЖ1. Ну и у белых опять же сильнейшая атака. И компенсация за фигуру уже полнейшая. Но слон Б3 так сыграл Магнус Каусен. Он хочет с комфортом здесь выиграть. Не подвергая опасности своей фигуры. Но как это часто бывает в острых позициях, время очень дорого. И он здесь таким образом даёт шанс Панамарёву спастись. Панамарёв мог затянуть сопротивление и поставить под вопрос выигрыш белыми в этой партии путём ходом слон Б7. Дальше. Ферзь Ж6. Если сыграть Ж5 в этой позиции, то конь АЖ5. Забрали и конь Ф4. Как вы видите, в этом положении лучше занимать своими фигурами хорошие поля. Да, вот поле на Ф4 опорное, неплохое. Согнать отсюда коня довольно сложно. Но вот здесь он держит под напряжением ферзя, пешку и защищает комплекс полей на королевском фланге. Ну а если сыграть ферзь Ж6, то тогда конь Е8, конь Ф5 и ладья Ф6. Вот так можно защищаться. Конь на Е8 выполняет защитную функцию поля Ж7. Ну а ладья пытается прогнать здесь ферзя. То есть так Панамарёв вполне мог получить обратноспособную позицию. Не будем забывать, что у него всё-таки лишняя фигура сейчас. И здесь вся борьба была бы впереди. Но у нас в партии последовала ладья Д8. И фактически после этого хода уже партия чёрных катится под откос. Ж5. Наконец сыграл так Магнус Калсен. И теперь этот ход тоже довольно силён. Если побить на Д4 с идеей перейти в окончание, то тогда взяли, взяли, забрали. Конь Е8 и бьём на А6. Конечно, позиция очень-очень сложная для чёрных. И у них, как мы видим, две фигуры за ладью. Но у белых ещё уйма пешек. Защититься тут просто невозможно. Ну а Панамарёв сыграл КНЖ7. На взятие на А6. Он ответил ФЕ5, ФЕ4. Напали мы на ладью на А8. ФЕ6, ША, КБ1 и ладья А7. Вроде бы защитился так Панамарёв, но КНЖ5. Посмотрите, много опорных полей у фигур белых. Напала ладья на Д8. То есть слоном просто так не отойдёшь. Ферзь ещё под боем. Поэтому здесь уже фактически Магнус Калсен ведёт Панамарёва в тот вариант, который ему выгоден. Бьём на Д1, бьём на Д1. Ферзь Ф6 и ладья Д7. Ход ладья Д8 был возможен. Идея в том, что в случае слон Д8 просто Е7. Это вскрытый шаг от слона. Ну и дальше ферзь просто проникает на поле Е8 новый. Второй ферзь белых. Поэтому КНФ8. Ну и дальше ладья Ц8. Так можно было фактически отыграть материал, остаться с куймой лишних пешек при непрекращающейся атаке. Но Магнус Калсен сыграл ещё красивее. Он пошёл ладья Д7. Оказывается, что в этой позиции у нас нападение на ладью А7 и нападение на слона. Что делать? Надо брать ЕД в скрытый шаг, КНФ8. Ну и чего же здесь не заметил Пономарёв? Он не заметил того, что в этой позиции с лишней у него ладьёй есть такой ход, как ферзь Д5. Очень точный ход. Таким образом у нас грозит мат на поле Ж8. Ну и защититься от этого коварного хода совершенно не удаётся. Ну и в этой позиции украинский гроссмейстер признал своё поражение. Вот такая очень яркая партия Магнуса Калсена в социлянской защите. Его ход Ферзь Е1, новинка в дебюте, конечно, заслуживает всяческого внимания. Ну а последующая атака в стиле Михаила Таля, конечно же, повторюсь, заслуживает того, чтобы быть сыгранной в турнире памяти великого 8-го чемпиона мира по шахматам. Надеюсь, что данный разбор вам понравился. Ставьте лайки, поставляйте свои комментарии под видео. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Спасибо за внимание. До свидания.